Привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала скетчинге Стар Дройн. Меня зовут Стас и в этом видео сюжете мы поговорим о том, как рисовать маркерами. Это значит, как использовать маркер спиртовой как основной инструмент. То есть мы не будем говорить о том, как что-то раскрашивать при помощи маркера, а как маркером именно рисовать. Для того, чтобы научиться рисовать маркером, делать разного рода зарисовки, очень быстрые и достаточно детальные, проработанные, научитесь, во-первых, делать контур маркером, рисовать именно контур разных объектов, разных предметов. Ну, к примеру, вы рисуете пейзаж и холмы, горы на дальнем плане. Используйте особую такую тонкую легкую линию, чтобы научиться показывать рельеф, крутите маркер как хотите. Вот, главный тут нюанс, это использовать, максимально выжимать из маркера все, что можно. То есть рисовать широким пером, решили рисовать широким пером и стараться использовать все грани пера. То есть делать и широкие линии, и вот такие, и какие-то очень легенькие. И, короче, как угодно, только добиваться хорошего результата. То есть, вот вы делаете интересный рельеф, где-то там показываете, что-то вот так. Вот, научитесь также, ну, самое такое простое, одно из самого простого. Это деревья, деревья, научитесь рисовать контур дерева. Ну, к примеру, вот идет дерево, солнышко справа. И вот очень легкими такими штрихами вы показываете контур кроны дерева. Контур кроны дерева. Вот так. Подающий тень. На своих занятиях мы практикуемся и придумываем разные варианты фактурок, штриховок таких, для того, чтобы показывать привычные нашему глазу вещи. Так. Второе. Научитесь рисовать маркером не только контур, но еще и фактурой. То есть передавать разные материалы, разные объекты. Ну, давайте опять начнем с таких банальных, простых предметов, даже не предметов, а объектов, как елки. Елки, да, почему бы и нет. Вот, вы рисуете маркер. Маркер это ваш основной инструмент. То есть вы под каким угодно углом держите его, то есть можете его держать. Главное показать, в нашем случае, вот такую вот красивую елку. Вот такой вот, вот такой вот ствол будет. Вот так, так, так. Ну, вот, в принципе, елка готова. Буквально несколько штрихов и готов вам образ объекта. Так, мы рассмотрели контур, рассмотрели фактурки. И этот урок такой очень короткий, можно даже сказать не урок, а чисто такая теория. Чтобы научиться делать и это, и это, и это, проделывайте вот такие упражнения. Очень простое упражнение заключается на том, что вы придумываете максимальное число разных фактурок. Рисуете, берете формат А4, рисуете прямоугольники или квадраты, вот, и придумываете, сколько можете разных фактурок. Просто вы на них смотрите, это плоские изображения такие, ну, к примеру, кирпичная кладка или какая-то брусчатка. Затем это может быть, ну, какая-то лужайка. Вот, придумываете фактуру такой вот коротенькой, аккуратной травки. Затем придумываете, пробуете листву. Как можно листву? Листу можно массу листву вот так показывать, массу листву можно показывать вот так. И так далее. Придумываете, сколько, сколько, сколько вашей душе угодно. Может быть, какая-нибудь фактура деревянной обшивки. Или же это может быть что-то типа лемеха или черепицы. Вот, что-то вот такое вот. Это первая часть упражнения. А вторая часть упражнения, вы вот эти всякие плоские паттерны такие, уже постарайтесь накладывать на объемные объекты. То есть, лепить уже при помощи вот этих всех штук и вот этих тоже. Объемные елки, деревья, опять же рельеф. Показывайте рельеф уже. И так далее, друзья мои. И так далее. Вот на своих занятиях мы этим занимаемся. Кстати, можете наблюдать в инстаграм. У меня в последнее время часто я публикую работы наших учеников, студентов. Вы можете там посмотреть, как мы применяем всякие разные такие штриховочки. На этом все, друзья мои. Занимайтесь, рисуйте, придумывайте разные фактурки, придумывайте, как их применять при изображении того или иного пейзажа, портрета. Это, в принципе, любого объекта, любой сцены. На этом все. Подписывайтесь на канал StartGroin, если вы еще не подписаны, чтобы узнать больше техники скетчинга. С вами был Стас. Ну и до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok